Итак, у нас сегодня очередная встреча в Улеслик без проекта, и я напомню одно единственное правило наших лекций, то что любые вопросы, они после лекции. То есть, если у вас возникает какой-то вопрос, вы его себе записываете, как-то фиксируете, после лекции я специально отвожу на это время, чтобы я мог ответить на эти вопросы. Просто лекция имеет форму, и я бы не хотел ее нарушать за вопрос. У нас насыщенное будет действительно сегодня занятие. Несмотря на то, что я изначально обозначил под сенью брутализма две фигуры Эгона Веллиса и Энста Кшенека, я решил Кшенека убрать. Не просто убрать, но совсем. Я решил сделать по нему отдельную лекцию. То есть, будет лекция под сенью брутализма два, которая будет посвящена уже творчеству непосредственно от Кшенека. Потому что материалов очень много, а во-вторых, потому что фигура Эгона Веллиса, на мой взгляд, одна из самых незаслуженно забытых и совершенно неизвестных, по большому счету, в России как композитора. И я сегодня сделаю большое исключение из проекта «Буля с лекбез». Я буду вплоть до того, что рассказывать его биографию. Потому что их тоже много. Это та фигура, у которого пытаются биографию фальсифицировать. Если вы обратитесь к знаменитому словарю Гроува, британскому, то, в общем-то, вы там узнаете совсем не ту биографию Веллиса, которая была на самом деле. Потому что как раз руководство этого словаря, на котором он работал, по многому повинено в многих, так скажем, злоключениях его судьбы. Естественно, они про это не напишут. Поэтому у нас будет сегодня такое весьма специфическое, я бы даже сказал, не характерное для нашего проекта занятие. Но начать я бы хотел совсем-совсем не с Веллиса. Потому что просто рассказывать о музыке Веллиса мне, в общем-то, неинтересно. Я хочу выйти на какой-то уровень обобщения. И, как вы видите из названия, я бы означил эту лекцию под сенью брутализма. И для этого нам придется разобраться для начала, что, собственно, такое этот самый брутализм. И что меня вообще натолкнуло на сопоставление Веллиса, его симфоний и брутализмской архитектуры. Ну, один из примеров ее, вы видите здесь на фото, это Луис Камм, здание парламента в Даке. Очень известный пример брутализмской архитектуры начала 60-х годов. Дака – это Бангаладаш. Когда я в прошлом году читал лекцию по сопоставлению Ле Корбюзье и музыки Антона фон Веберна, у меня появилась мысль, что это на самом деле очень перспективная идея. Я не берусь тут ставить себя в какой-то пример, и тем более пример новаторского типа. Конечно, архитектуру и музыку сравнивали и до мира. Ну, достаточно вспомнить знаменитую фразу Шеллинга из лекции по философии искусства, ставшую крылатой, о том, что архитектура – это застывшая музыка. Можно встретить сопоставление готических соборов и акапельной полифонической хоровой музыки, интернациональной готики. Ее же иногда называют музыкой ренессанса, что не совсем верно. Сопоставления между музыкой и архитектурой были, были до меня, но на самом деле дальше сопоставления-то как раз никогда и не шло. Я же предлагаю не просто сопоставлять архитектуру и музыку, а рассматривать нечто малоизученное через призму чего-то сходного, но изученного значительно большей степени. Либо наоборот, нечто изученное рассматривать сквозь призму неизученного, это дает второй шанс подступиться вновь к уже изученному, как будто бы впервые. Таким образом, у меня речь идет не столько о демонстрации культурного контекста, в котором появлялась та или иная музыка, сколько о методологии, о другом подходе к анализу музыкальных произведений как таковых. Не обязательно музыкальных, но в силу того, что мы занимаемся музыкой, акценты, естественно, будут делать на них. С этим мы разобрались. Разбираемся с следующим. Что, собственно, этот самый пресловутый брутализм значит? Термин брутализм, судя по всему, принадлежит Гансу Асплунду, причем он его использует как новый брутализм. Что такое старый брутализм, мне неизвестно. То есть необрутализм или новый брутализм, и брутализм это одно и то же. Так этот самый Асплунд термином брутализм обозначил виллу Гёрд в Упсале. И, судя по всему, это один из самых ранних в истории примеров брутализма в искусстве. Авторами этой виллы являются Леннахт Холм, шведские архитекторы, и Бенгтон Эдман. В общем-то, уже здесь вы видите разительные отличия от интернационального стиля. Конечно, есть еще как бы ленточное остекление, но, во-первых, мы видим огромную массу неоштукатуренного кирпича, которую навряд ли бы себе позволили представители интернационального стиля, а во-вторых, вся постройка демонстрирует нам прежде всего эту самую стену. То есть стена настолько увеличена, ее размеры окна даны только чтобы не уменьшать эксплуатационные характеристики помещения. Большому счету нам демонстрируется голая, необработанная стена. И это и есть ключевая позиция в эстетике этого нового направления. Но если это был частный пример в Швеции, выполненный шведскими континентальными мастерами архитектуры, то в философию и целая эстетика-идеологическая направление брутализм складывается в Великобритании. Прежде всего благодаря чете Смитсонов, муж и жена, архитекторы оба, которые, во-первых, все свое творчество направили именно на реализацию бруталистских проектов, а во-вторых, очень много теоретизируют на этот счет. То есть именно благодаря них о брутализме заговорили, о нем узнали, и, так скажем, бруталистские проекты стали весьма и весьма специфической формой, я бы даже сказал, не вариации внутри модернизма, а некой пороговой формой между модернистской и уже постмодернистской архитектурой. С одной стороны, это жилье, которое действительно демонстрирует максимальную простоту, в этом Смитсоны видели честность архитектуры. Вот их известный очень проект. Робин Гуд Гаден. Это жилищный комплекс. Вообще, брутализм очень тесно связан с большими жилищными проектами, но, по большому счету, весь советский проект по построению хрущевок, пятиэтажек, девятиэтажек, и далее, тоже можно отнести к бруталистской эстетике. Это некие мечты о будущем, построение некого идеального чистого мира, и, если сейчас он таковым не кажется, это не значит, что он таковым не был в то время. Понимаете, если вы будете сравнивать вот эти новые панельные пятиэтажные дома с бараками, разрушающимися, то вы поймете, что это два разных мира. И те, кто в этих бараках остались до сих пор, очень сильно завидуют тем, у кого есть в хрущевках квартиры. Эти же тенденции были, причем, раньше, чем в Советском Союзе. И в Европе Советский Союз здесь скорее наследует эту традицию. Так вот, как раз чита Смитсонов активно пропуляризировала жилье, скажем, для нуждающихся слоев населения. Вы как раз видите на этом фото огромный жилищный комплекс, но при всей своей вот этой простоте, которую они позиционируют как честность, вы видите, из чего это сделано. Вы видите, на что ушла каждая копейка. Это не просто чем-то закрашено, а там не пойми что. Вы видите бетон. Вы видите каждый болт, каждую точечную сварку, которая выполнена в этих помещениях. Более того, в их школе Смитсонов там даже видно все. Подвод как в раковинном. То есть это все ничем не прикрыто. То есть видно все. Это демонстрация абсолютной тотальной транспарентности, тотальной прозрачности, открытости. Особенно это доставляет проблемы сейчас тем, кто эксплуатирует эти помещения, и выменять там нельзя ничего. Это нацнаследие. Это же все внесено в фонды. Это защищается государством. Вот у вас раковина расколется, будете заказывать абсолютно такую же. По индивидуальному заказу. И на самом деле это не так страшно, как может показаться на первый взгляд. То есть вот эти бетонные, допустим, выстроенные в ряд щиты, представляющие собой забор, отгораживающий этот комплекс от проезжей части, на самом деле, ну это же экологично, они действительно защищают пространство, не дают детям случайно выскочить на улицу. Там на самом деле продумывалось все. Внутри там выверено все до мелочей. И достаточно глубоко выстроено. Многие из этих домов были, например, квартиры двухэтажные. Это впервые Корбюзьер ввел такую идею на Западе. И потом она получила широкое хождение там. То есть квартиры небольшие, но в то же время они двухэтажные. То есть позволяют перемещаться еще и вверх. Это марсельская жилая единица. Если кому интересно, можете посмотреть в интернет-сети, как выглядит это у Ле Корбюзьер. Она, в общем-то, легла в основу этих типовых застроек. Здесь вы видите, насколько широкие коридоры, как их назвать. Здесь балкон большой, общий, по которому жители могут прогуливаться, общаться друг с другом. Потому что вы понимаете, что это Великобритания. Люди привыкли жить в небольших домах, где общение идет именно между соседями напротив, по дому. И загнать их в эти ячейки, это значит убить традицию, которая типична для этого места. И они пытаются решить всячески эту проблему, чтобы у людей была возможность коммуникации, возможность общения, чтобы они выходили. Там можно, например, цветы выращивать на этих террасах. В послевоенные годы многие там выращивали вплоть до капусты. И одновременно люди общаются, все друг друга знают. На самом деле это был некий утопический проект идеального будущего. Но здесь есть одна проблема. С одной стороны, все было рассчитано на человека. Не рассчитывалось исключительно, чтобы это максимально дешево было. Да, это должно было быть дешево. Но рассчитывалось прежде всего на удобство человека. Но универсального человека. Если вы вспомните, Модулор Ле Корбюзье, да, некий усреднённый человек, он меряет именно людьми, не метрами. Он меряет именно вот этой единицей универсальной, Модулором. Но это универсальный человек. И именно это мы будем видеть сегодня в симфонических половинах Веллиса. То, что в отличие от экспрессионизма, он будет стоять на позиции большей универсальности, большей архетипичности образа. Там не будет какого-то солипсистского взгляда на мир. Искажённого и сугубо индивидуализированного. Что, собственно, мы будем подразумевать под брутализмом? На самом деле, под брутализмом подразумевают в архитектуре настолько много всяких разных явлений, что по большому счёту можно вообще запутаться и уже делить этот брутализм на сотни разных брутализмов. Но этого делать не будем. Под брутализмом я буду понимать прежде всего архитектуру, такие величественные постройки, прежде всего из необработанного материала. Огромные, внечеловеческие, воплощившие в себе представление неком универсальном, идеальном будущем. Это последний пик модернизма и одновременно переход в, собственно, постмодернизмской эстетике. Откуда происходит слово «брутализм»? На самом деле слово «брутализм» происходит от материала, а именно от бетон-блюд. То есть необработанный бетон. То есть бетон не оштукатуренный, не покрашенный, даже со следами ополомки чаще всего. И в данном случае для эстетики брутализма важно, что вот этот необработанный материал своего рода демонстрирует безыскусность искусства. Искусство стремится представить себя как естественное нечто. Допустим, гора или водопад. Основные черты, которые я бы хотел выделить в этом стилевом направлении, которые именно для последующего анализа музыкальных сочинений мне будут важны, это следующее. Произведенный человеком материал, то есть бетон, трактован максимально величественно, как материал природный. Грандиозность построек, или по крайней мере их масштабность. Использование массовых материалов, то есть вне личностных уровня. То есть на самом деле не обязательно необработанный бетон, это может быть, вы видели, кирпич, это может быть даже стекло, но это типовые. Особенно это будет типично для советской архитектуры, которая всегда была завязана на том, что она должна соответствовать тем типовым блокам, которые производятся в Советском Союзе. То есть ты не можешь придумать блок, да, ты можешь придумать, как их скомпоновать. И вот это тоже имеет свою философию. Это не просто привязка к чему-то. Мы отлично знаем, что сколько бы не хватало денег, на что ты их всегда тратил. Это философия. Что вот на это можно не тратить. Это может быть типовым, потому что это и есть своего рода некий универсальный вне личностный уровень, а все личностное нужно оставить там где-то в 19 веке. В большом счете типичная идея для модернизма и для позднего модернизма, прежде всего, как такового, для его перехода на постмодерн. Именно вот эта позиция 50-х, 60-х. И самое важное, скульптурность архитектурных объектов, их доминирование над окружающей средой. Они абсолютно не считаются с городской застройкой рядом находящейся, и уж тем более не считаются с природным. И при этом они обладают не просто масштабной, но экспрессивной формой, зачастую даже зоаморфной формой, что абсолютно неприемлемо, допустим, для эстетики модернизма, что и позволяет его уже рассмотреть как переходную форму к постмодернизму. О, допустим, достаточно вспомнить творчество Стиринга, возможно, самого крупного британского архитектора второй половины 20-го века. Он начинает как бруталист и в последующем станет ключевой фигурой для постмодернизма. Понятно, что такие фигуры, как Веллис, который родился еще в 19-м веке, конечно же, в постмодернизм в прямом смысле никак не уйдут, по возрасту не могут шаг сделать. Хотя он был уже очень близок к нему. И покажу несколько ключевых для меня лично примеров и для истории архитектуры, с которыми я бы мог сопоставить то, что мы будем смотреть в области музыкального искусства. Один из важнейших памятников бруталистской архитектуры, доминиканский монастырь Близлиона, который именуется Ля Турет, построенный в 1953-1961 годах по проекту двух архитекторов. Один это великий Ля Корбюзье, а другого вы все знаете, он правда не как архитектор. Это Янис Ксенакис. Янис Ксенакис начинал свою карьеру как архитектор, как сподвижник Ля Корбюзье. И в общем-то в карьере Яниса Ксенакиса это, наверное, самая важная построена, потому что эта постройка будет включена в топы любые по архитектуре 20-го столетия. То есть это очень значительное произведение. Но вот вы видите все описанные мной тенденции. Масштабность, природность, живость. Корбюзье отмечал то, что бетон живой. С каждым Новым Годом он изменяет цвет. По нему проходят микротрещины, которые абсолютно никак не влияют на крепость, конструкции, там же арматура внутри. Но он живет своей жизнью, как скала. И естественно, когда его пригласили строить монастырь, идея была создание чего-то наподобие пещер. То есть Корбюзье не будет строить какой-то типовой монастырь. Это ему абсолютно неинтересно. И римская католическая церковь, возможно, чтобы как-то реабилитироваться после Второй мировой войны, в которой она сильно себя запятнала, они решают взять курс на новое, на то, что отвергалось нацистской Германии, да, искусство. И по большому счету дают Корбюзье-Карпланш. То есть ему не просто никак не ограничивают этот проект. Ему даже дают возможность выбрать место. И он выбирает место, смотрите какое, это склон. То есть представляете себе архитектора прошлого, вот что бы он точно не стал выбирать. Нет, он может быть склон и выбрал бы, но он бы его разровнял. Корбюзье этого не стал делать. Он выбирает необработанный склон. Перепады в уровне, в метраже колоссальны. Получается, ровной является только крышка, которая с горизонтом соотносится. Внизу все пляшет, потому что никак не равняет поверхность. Вот оно, натуральность. Для Корбюзье это тоже было своего рода испытанием, потому что понятно, что после Второй мировой войны, с одной стороны, он самая по сути пиковая фигура, с ним считаются все и вся. С другой стороны, уже вся почти молодежь начинает его помаленьку клевать, как и архитектора устаревшего. Да, понятно, что от этого его авторитет, скорее, только растет, но в данном случае ему, конечно, не хотелось быть великим архитектором первой половины ХХ века. Уж коль скоро он застал и вторую. И он радикально действительно меняет свой стиль, и говорить о том, что вот это интернациональный стиль как-то уже, в общем-то, не получается. Янис Ксенакис, говорят, принимал активное участие по расчету пульсации вот этих окон. Там применены стахастические его методы, которым будет пользоваться активно в музыке. Они все через неравный интервал идут. Покажу несколько примеров этой уникальной постройки. Вот здесь вы видите церковь при монастыре. Вот она, экспрессия естественного материала, который создан руками человека, но трактован как будто бы это вот скала. Максимально экспрессивная конструкция. Напомню, для модернизма экспрессия на самом деле не характерна. Экспрессия была характерна для советского авангарда, с которым у брутализма больше связей, чем с предшествующим европейским интернациональным стилем. Который, что основная позиция Корбюзьеда этого? Дом, машина для жилья. Он должен быть максимально удобным, максимально эффективным, минимум стоить денег. Вот это эффективная, качественная постройка. Максимально свет естественный должен быть использован. Ну и так далее. Ну в Центр Союза у нас великое творение Корбюзьед стоит в Москве. Ну вот, можете посмотреть. Один из первых домов с фронтальным остеклением, с пандусами, не только лифты, да, там, пандусы, чтобы человек мог читать газету и одновременно подниматься, вот, не споткнуться по лестнице. Ну, так вот, то есть продумано все для мелочей, но там экспрессии-то, в общем-то, никакой нет, она не подразумевается. А здесь ставка делается на экспрессию. Понятно, что это аскетичная очень экспрессия, это монастырь, доминиканский монастырь, но представьте себе, чтобы вы в такой монастырь попали. Простейшие архитектурные фронты, да? И при этом вроде бы все соблюдено. Вон внутри, пожалуйста, дворик типичный для монастырской застройки. Ну, совершенно уникально решены световые колодцы. Это усыпальница, братья. Ну, может показаться, что это цветные фонари, но это световые колодцы, они все разного цвета, и это очень интересно решено, он просто в очень яркие цвета красит сам канал. И так как свет льется через этот канал, естественно, то он перекрашивает все эти. Они как разные, разноцветные фонари. Напомню, что Корбюзье был еще крупным художником, он был пурист, и он работает с чистыми цветами. Уникальный двор, конечно, абсолютно. Здесь заметно, насколько перепады большие в высоте. Ну, естественно, так как это Корбюзье, он не мог не поставить это все на ножки. То есть, сколько мы забрали у земли, столько же мы должны удвоить. Не просто отдать, удвоить. Мы поднимаем дом над этой поверхностью, она вся остается востребованной, используемой, и крыша дублирует все, что мы отобрали у земли. То есть, на крыше потенциально сад. В идеале, естественно, по Корбюзье сад, но здесь, насколько я понимаю, это просто рабочая поверхность. Она именно как сад не функционирует. Вообще, монастырь огромный, как вы понимаете, монахов сейчас очень мало. И, в общем-то, он почти наполовину пустой, если не более того. Там жилье арендуют в основном художники и архитекторы, которые занимаются изучением творчества и кортезии. Или кто хочет почувствовать желание пожить в пространстве, рассчитанном по модулу. То есть, если вы раскинете руки, то кончики ваших пальцев коснутся стенки. Но потолок высокий достаточно. У каждого есть естественное освещение. Корбюзье, на самом деле, для Корбюзье это был не единственный проект. Он повторит аналогичные вещи и в Чандигархе, когда он будет строить целый блок зданий в Индии. Ну, вот тоже камень, бетон, трактованные как скалы. Здесь еще есть черты определенные национального колорита, что как раз для интернационального стиля совершенно не характерно. Но крайне маловероятно, что он бы решился поставить вот такой дворец ассамблеи где-нибудь в Европе. В Индии он такой делает. Но Корбюзье это одно, а как развивался брутализм в творчестве более молодого поколения авторов, это нечто совершенно иное. Я вам покажу сейчас, наверное, одно из самых экстравагантных бруталистских зданий. Не то чтобы прям сильно шокирующие, но есть в брутализме очень много именно шокирующих построек. А здесь построек именно уникальна. Аналогов я не знаю. Это главный архитектурный корпус Дельфтского технического университета, построенный двумя нидерландскими архитекторами. Как положено нидерландцам, у них очень длинные имена и фамилии. Но первый из них это Йоханнес Хендрик Ван Ден Брук. Достаточно крупная фигура. И, возможно, еще более известный, это Якоб Бернт Бакема. Они демонстрируют, по большому счету, настоящее чудо архитектурное. То есть здание, которое, в общем-то, не из бетона построить невозможно. Совершенно причудливейшая форма. Форма, которая не могла бы состояться в эстетике интернационального стиля. Экспрессия форма уже зашкаливает, поэтому отнести это вот так просто с легкой отмашки руки к позднему модернизму уже нельзя. Понимаете, степень экспрессивности позволяет говорить здесь все-таки о том, что постмодернизм сказывается уже. Бетон здесь со следами опалубки. Везде вы будете видеть это. Он никак не обработан. Отсылки совершенно очевидные есть. Особенно вот с этой стороны. К Мельникову. К советской архитектуре 20-30-х годов. Ну, к Лубу Русакову, прежде всего. И самое удивительное, самое, наверное, невозможное для модернизма – это зооморфность настройки. Мы видим ножки, лапы какого-то существа. Может быть, рептилии какой-то, или там богемота, жабы. И, конечно же, такая постройка в данном случае, если честность в пятиэтажках демонстрировала то, что вы можете увидеть обложенную каждую копейку, причем с внешней стороны, понять это, то здесь, конечно же, вот этот необработанный материал демонстрирует не столько честность, сколько он демонстрирует профессиональность и совершенно уникальное мастерство этих архитектов. Понимаете, рассчитать такое – это нужно быть действительно мастером, настоящим мастером. И здесь вот показано это ничем, не приглашено, вы видите, просто бетон. Но ощущение и от этой постройки, и от того, что делал Корбюзье, оно одинаковое. Это грандиозные здания, которые, когда вблизи с ними контактируешь, они, конечно, тебя дарят. Ты видишь колоссальную скульптурность, массу этих построек, которые… В этом выражена определенная экспрессия ничтожность человека в сравнении с божественным величием. Подразумевалось ли это данными архитекторами – это маловероятно. Но то, что это абсолютно точно подразумевалось Веллисом, который был католиком и даже получил рыцарство от Ватикана – это абсолютно точно. А в данном случае все равно, что мы подразумеваем под божеством. Собственно, некую антропоморфную фигуру, да? Или мы подразумеваем судьбу, или мы подразумеваем систему, что будет типично для уже структурализма. Когда все подчиняется логике некой сверхсистемы, в которую мы включены, в данном случае уж не имеет никакого значения. Есть нечто несоизмеримое, превосходящее нас, то, что при контакте с этим мы даже не можем охватить целиком взглядом то, с чем контактируем. И это ставит нас в очень специфическую позицию по отношению к объекту, на который мы смотрим. Однако есть и очень эстетизированный ватализм. То есть может показаться, что как вообще бетон, да еще со следами опалубки, да, может вызывать какие-то чувства, кроме вот подавленности некой. Ну да, мы видим величие, уникальный расчет, там уникальную мысль, но чтобы признать это именно красивым, можно. И на этом делает себе карьеру выдающийся, если не сказать великий, архитектор в войскам европейского происхождения, но сделавший карьеру в Соединенных Штатах. Покажу еще раз здание парламента в Даке, Бангладеш. Ну, внешне, в общем-то, да, простейшие формы, необработанный материал, огромная постройка. В общем-то, внешне мы такого уже много видели, хотя и не столь, возможно, совершенно. Но внутри, это просто чудо. Он создает интерьер из необработанного бетона, и они совершенны. Библиотеку он сопрягает необработанный бетон и дерево. Смотрите, как это красиво. Тоже световые колодцы, дерево и необработанный бетон. То есть необработанный бетон становится именно неким эстетическим мерилом этого направления. И если там в каких-нибудь пятиэтажках мы можем говорить об удешевлении постройки, то здесь, естественно, об этом и речи не идет. Это дорогущее административное здание. Ну, насколько это красиво, понимаете? Да, их, конечно, содержать безумно сложно. Понимаете, что такое бетон? Он действительно живет своей жизнью. Мы не можем его контролировать. Но это тоже одна из частей эстетики направления. Направления в каком-то смысле не исчерпанные по сей день. То есть есть образцы относительно муруи, то по большому счету и все это дешевое жилье можно отнести туда же. Хотя сейчас оно все чаще и чаще маскируется по постмодернизмам. Обычно все, что дешевое строится, оно решается через постмодернизмскую эстетику. Как писал Рэм Холхас, теперь после того, как она освоена, в данном сегменте она не будет искоренена никогда. И, возможно, он прав. Но я решил задаться таким вопросом. А кого из композиторов мы бы могли сопоставить с колоссальным направлением, в которое включены выдающийся целый блок выдающихся архитекторов, направлением, которое занимает 50-е, 60-е, 70-е, отчасти 80-е, может быть, даже начало 90-х годов. Повторюсь, какие-то вторичные образцы до сих пор участвуются. То есть большое, объемное течение в Европе. Могло ли оно не оказать никакого влияния на окружающих творцов в области музыки? Особенно если учесть, что один из них, Янис Ксенакис, собственно, эти здания и строят. И мы абсолютно знаем точно, что там он применял те же методы, которые будет применять в музыке последующей. То есть не оказать влияния оно не могло. Но мог ли только Ксенакис воплощать в своем творчестве эстетику брутализма? Мне кажется, это маловероятно. Но, во-первых, творчество Ксенакиса достаточно разнородное. У него есть такие тенденции, которые с брутализмом сопоставить нельзя совсем никак. Например, поиски красок тембровых решений очень. Для брутализма совершенно закрытая тема. С другой стороны, понимаете, я стою на позиции, не то что взятые в одно и то же время, в одном и том же локусе, разные виды искусств не просто могут повлиять друг на друга, а не могут не повлиять. Хотя бы на уровне отрицания. Они заключены в одну и ту же парадигму. И, соответственно, они могут либо выражать ее в своей отрасли, либо стараться отрицать ее. Но, опять же, когда мы отрицаем нечто, мы по-прежнему находимся в той же самой модели. Поэтому, считая вполне закономерным и правомочным сопоставление композиторов, работавших в крупных жанрах, абсолютно понятно, что что можно в музыке сопоставить с бруталистскими постройками. Только жанрах симфонии. То есть, у оперы там индивидуальное начало включается. Да, голос. Голос исключаем сразу же. Может быть, конечно, какие-то массовые шировые произведения, но, скорее всего, все-таки симфония. Необработанный звук, сам по себе. Естественный звук, наоборот, неестественный звук, созданный руками человека. Голос – это все-таки естественный звук. Это то, что нам дано от природы. А бруталисты работают с материалом, созданным руками человека. Это бетон на арматуру заливаемый. Что это? Инструменты, инструментальная музыка. В инструментальной музыке жанрах симфонии максимально крупные, с большим составом исполнителей произведения. Соответственно, смотрим такие произведения в 40-е, 50-е, 60-е, 70-е годы. И смотрим, где это работает, где это не работает. Не обязательно должно работать, потому что даже в той же самой архитектуре в это время много разных направлений. Но это одно из очень значимых. И я выбрал поначалу две фигуры. Это фигура Эггана Вэллиса и Эрнста Акшенека. Но так как материала оказалось очень много, весь материал не русскоязычный, поэтому я решил все-таки сделать две лекции, посвященные этому направлению. Поэтому сразу же Акшенеке, если кто-то пришел из Акшенека, я могу дать точную оценку. Это последняя часть его четвертой симфонии. По большому счету, может быть, даже целиком ее можно отнести к бруталистской эстетике. Это конец сороковых. И вторая часть пятой симфонии. Дело в том, что у Акшенека приходится говорить о частях. А, дело в том, что Акшенека очень многие критиковали за эклектизм. Я все-таки считаю, что он был предвестником постмодернистской эстетики, он не эклектик. Потому что он в каждом произведении использует три разных блока, стилевых блока. Поэтому говорить именно об эклектизме здесь не совсем корректно. Это своего рода определенная черта стиля. И я считаю, что он был предвестником постмодерна, постмодернистской эстетики, эстетики смешения. Но поэтому у него нельзя выбрать какое-то крупное произведение, в котором бы не применялись разные эстетики. Поэтому я как раз отсылаю к частям. Акшенека это именно четвертая и пятая симфонии. Последние две части в четвертой симфонии и вторая часть в пятой симфонии. Идеально воплощающие в звуках эстетику брутализма. То есть оркестр переводится в некую массу, где тембр не играет уже никакой роли. И используется, с звуком идет работа уже скульптурного типа. Звук буквально лепится. Это масса звука, с которой он работает по уровню просто плотности. На фигуре Эгана Веллиса я бы хотел остановиться очень и очень подробно сегодня. Потому что, на мой взгляд, эта фигура заслуживает этого. Это фигура, которому... Человеку, которому очень не повезло в жизни, прежде всего, второй половине жизни. Его судьбу нельзя назвать трагической, в том смысле, что он не был убит, например. Но всю жизнь он претерпевал гонения. И гонения как еврей, и гонения как иммигрант. И от него отказывались друзья. От него отказался в итоге даже учитель. Причем по самым неблаговидным причинам Челнберг написал на него большой донос. И тем не менее, это человек, который сыграл в истории европейской музыки важнейшую роль. И почему это так, мы попытаемся сегодня разобраться. А также я сделал фрагменты музыкальных сочинений. Поэтому не обязательно знать музыку Веллиса. Можно будет какие-то фрагменты услышать сегодня и так. Что ж, начнем. Ну вот, для начала, для затравки, вы видите портрет Эгана Веллиса, выполненный не кем-нибудь, а Оскаром Кокошкой. Уже неплохо. Кокошка был другом Веллиса. Они вместе преподавали в одном и том же учебном заведении. У Евгении Шварцвальд. Такая достаточно знаковая, инновационная школа в Вене, где преподавал и Челнберг, где преподавал Лоас и многие другие крупные представители искусства. Веллис, поначалу в его жизни все было максимально благополучно. Он родился в зажиточной еврейской семье. Его родители, оба, и отец, и мать, были выходцами из венгерской части империи. Его семья была не чуждая искусству. Его мать училась игре на фортепиано и владела им фактически профессионально. Она училась у Карла Фрюлинга. Это ученик Йоханнеса Барамса. Очень крупный пианист, педагог, композитор в день и того времени. Своим друзьям в Оксфорде Веллис в последующем будет рассказывать о том, что когда он был совсем маленький, он сидел на коленях у Йоханнеса Барамса, который был захож в их семью. Но это говорит о материальном статусе этой еврейской семьи, что они могли себе позволить приглашать, музыцировать или на беседу такого музыканта. Естественно, в конце XIX века репутация Барамса была уже очень высокой. Мальчика отдали учиться игре на фортепиано, также к Карлу Фрюлингу, но никак не планировали, что он станет музыкантом. То есть его отдали просто для общего развития, потому что они, если не аристократы, то претендующие по материальному положению на сходный статус, естественно, он должен был быть развитым человеком. Но случилось нечто непоправимое в возрасте, иногда в некоторых источниках 13, в некоторых 14 лет указано, а всему нет точной даты, он попадает в оперу на исполнение Фарайшутса Вебера под руководством Густова Малера. Это производит на него настолько колоссальное впечатление, что он решает стать не просто музыкантом, а именно композитором. И с этого момента он ищет возможности у кого-то учиться музыкантом. Сначала это просто отдельные уроки. А с 905 года он поступает в обучение не кому-нибудь, а к Арнольду Шонбергу. И надо сказать, что очень долго он считается, в чем Шонберговском кругу, третьим. То есть двоих учеников Шонберга, самых известных, вы и так все знаете, это Албамберг и Антон Хонбеберн, крупнейшие музыканты 20 века. Они принимают Веллиса именно как третьего ученика. Третьего не по признанности, он обретет популярность намного раньше их, а третьего по времени обучения. Потому что когда он попадает в класс Шонберга, они уже учились там. и параллельно он пытается профессионально начать обучаться музыке. Напомню, Шонберг преподает в школе у Евгении Шварцвальта. То есть это не университет. А в университете он учится в этот момент на юриспруденции, потому что его отец мечтает передать ему свой бизнес, а его сфера это текстиль. Текстильной промышленностью отец занимался. Но так как все интересы Веллиша переходят в сторону музыки, ему удается перевестись с юридического факультета на музыкальное отделение, на теорию музыки, к человеку, который придумал термин музыкознания. И не просто придумал термин музыкознания, а обосновал вообще автономность методов музыкальной науки от всех прочих наук. Это Гвидо Адлер, выдающийся музыковед, крупнейшая фигура. Это как раз его учитель в университете, у которого он будет писать свою докторскую диссертацию по барочной опере. Вообще, в течение долгого времени достаточно, Веллис будет позиционировать себя как специалист именно по барочной опере. И надо сказать, что черты вот этого барочного мышления, ступеней в контрасте, архетипических образов, несопоставимость, так скажем, фигуры божественной, фигуры человеческой, так скажем, и будет сказываться на его творчестве достаточно сильно. Диссертацию он защитил по неизвестному или почти неизвестному в России, но достаточно крупному барочному композитору, это Джузеппо Бонла. Это австрийский барочный автор 18 века, первая половина 18 века, который является предтечей классицизма. То есть это переход с барокка на классицизм. И вообще, надо сказать, что он симпатизировал и вот этим раннеклассическим фигурам. Одним из его любимейших актеров был Глюк. Таким образом, в начале 20 века Веллес параллельно учится у Щенберга контрапункту и гармонии. Щенберг не учил композиции в полном смысле этого слова, он преподавал гармонию и контрапункт. И одновременно учится как музыковед в университете. Сколько он проучился у Щенберга, мне так и не удалось достать точной информации. Иногда не указывают, иногда она противоречит друг другу. Примерно два или три года. Но так как он поддерживал достаточно тесный контакт с Щенберговским кругом, то есть с Веверным и с Бергом вплоть до своей эмиграции в 1938 году, то, в общем-то, говорить о формальном обучении смысла нет. То есть он всё время был в контексте. Более того, он был не как некий, так скажем, третий ученик Щенберга, а как человек, который добился успеха намного раньше прочих учеников Щенберга и изо всех сил пытался помочь им с исполнением их сочинений. В это же самое время Вэллис в школе у Шварцвальд знакомится с просто колоссальным количеством видных людей. Ну, с кем, например? Ну, например, с Лоосом, о котором мы ещё поговорим. Тоже очень видный архитектор, по большому счёту создатель современного типа архитектуры, тем, кто боролся с украшательством в архитектуре. Он тоже преподавал в этой школе. Но и самое главное для него личное знакомство – это знакомство с Эмми Старос, это женщина-искусствовед, которая станет его супругой во всю его жизнь. Вот вы видите фото Щенберга как раз того самого года, когда Вэллис поступил к нему на обучение. А вот вы видите фото с Эмми Дового месяца Эгона Вэллиса и Эйми. Она была тоже иудейка из очень богатой семьи банкиров еврейских, венских. Несмотря на то, что поначалу и он, и она были иудеи, педагогическая деятельность в университете у иудея не могла новать. То есть антисемитизм в Австрии, да и в России и много где еще в эти годы был зашкаливающим. То есть он никак бы не смог никаких мест получить. Поэтому он уходит из иудейской общины. Поначалу его интересует протестантизм, но в итоге он обращается к католицизму. То есть и до конца своих дней и он и его супруга будут католиками. И надо сказать про иудейство, это отдельная тема. Вэллис совершенно уникальная фигура, я бы даже сказал исключительная. Никогда за всю свою жизнь он не делает ставку на то, что он еврей. Он выезжает из нацистской Германии как монархиста. И всегда в причинах отъезда он будет фразовывать только это. Что он убежденный монархист и он не хочет жить при немонархическом режиме. И когда даже ему после войны уже могли быть какие-то льготы, как гоним еврею, никогда он не позиционирует себя иудеем. Это не значит, что он отрекается от наследия предков. Нет. Это значит, что он не хочет играть вот в эту нацистскую оппозицию еврей-нацистов. Еврей-антисемистов. Отрицаем мы ее или принимаем, мы все равно попадаем вот в этот злокачественный дискурс. Вот в эти игры он не играет. И выдерживает это с гордостью до конца своей. Он даже достаточно много написал произведений, связанных с католической символикой и за вклад в пропаганду ценностей католической церкви он получает в итоге рыцарства от Ватикана. С 10-го, может быть, чуть раньше, с 9-го года начинается дружба между Веллисом и Густавом Малером. Густав Малер всячески поддерживает молодого композитора. Он очень позитивно о нем отзывается, о его творчестве. И после смерти Густава в 11-м году он сохраняет очень теплые отношения их семья с Альмой. Малер и Веллис принимал непосредственное участие по подбору кандидатов, которые будут завершать 10-ю симфонию Малера. Любопытно, что здесь их судьбы с Кшеноком пересекутся. Дело в том, что Кшенок тоже работал с незавершенной 10-й симфонией Малера, правда, по причине еще более банальной, в этот момент, когда он работал над этой симфонией, он был женат на дочери Малера. Она, естественно, ему эту партитуру пыталась высучить. Так как брак был крайне коротким, то, в общем-то, ничего из этого толкового не вышло, тем более, что Кшенок был убежден, что симфонию корректно завершить нельзя. Первая часть завершена фактически полностью самим автором, остальные, ну, просто настолько маленькие наброски, что понять сам замысел, саму драматургию не представляется. Возможно. И тем, кто завершил эту симфонию, стал Дерек Кук, в этой редакции чаще всего она исполняется, это было во многом инициировано Вэллисом. А вот дальше как раз начнутся интересные вещи. Вэллис общается с Кокошкой, Вэллис общается с Лоосом, и на самом деле архитектуре он вообще был не чужд. Ну, для примера скажу, что его дом, ну, сказали особняк, там дом такой солидный, я покажу, мне удалось таки достать фото, правда, фото панорамное, поэтому я выделил, где конкретно находится этот постройка. Так вот, дом, в котором они с супругой жили, построил никто-нибудь ученик Утта Вагнера Йозеф Хоффман. Очень крупная фигура для архитектуры во времена. Одним из его знакомых был Адольф Лоос, который прославился статьей «Орнамент и преступление». Я бы даже сказал, исходя из содержания этой статьи, орнамент как преступление. Лоос категорически стоял на позициях максимального упрощения, что именно это красиво, когда мы демонстрируем один материал, и тогда он может раскрыться. У него это часто камень натуральный, дорогой, или дерево богатое, красивые спилы. В качестве отдельной книжки она издана на русском языке, поэтому каждый может ознакомиться. Фигура достаточно знаковая для современного искусства как такового. А вот покажу уникальное фото. Вторая вилла. вот это дом Веллиса, построенный Йозефом Хоффманом. Не то, что Йозеф Хоффман строит накануне Первой мировой войны такую свою роду коммуну для художников, но коммуны очень условны, это очень дорогие дома, где живут многие видные, так скажем, представители искусства, и вот в 13-м году в этот особняк переезжает чета Веллиса. Я помню, что в этот момент они очень богаты. И он сам не страдал от безденежья, а я уже не говорю о родственниках его супруги. Вклад Веллиса в музыку этого времени. Потому что Веллис начинает активнейшим образом интернациональные связи налаживать, что тогда было не очень типично. Например, он, заметьте, в 10-е годы знакомит венскую публику с музыкой Дебюсси впервые. Понимаете, Дебюсси, который до конца Первой мировой войны не доживет. То есть это поздний уже Дебюсси. В Австрии знают только австрийских композиторов, но немецких композиторов. Именно он знакомит публику с музыкой Дебюсси, пишет статьи о Равелле, активно общается с такими композиторами, как Мио, Пуленг, знакомит с французской музыкой. С другой стороны, во Франции инициирует исполнение австрийской музыки, в частности лунного пива еще знакомит австрийскую публику с молодыми наиболее видными композиторами Великобритании. Ральвон Вильямс, сыгравший последующим очень важную роль в судьбе Валлиса, Блис, Холст, в общем-то все видные авторы, которые в то время были в Англии, попадали на концертные площадки Вены, в том числе он просто мог популяризировать их, потому что он был музыкальный критик, он пишет очерки о их творчестве. Но этим его вклад не заканчивается. Вклад его, возможно, самым важным до того, как он стал знаком фигурой как композитор, это то, что во время Первой мировой войны он заинтересовался 12-становой системой Йозефа Матяса Хауэр. И она его настолько привлекла, что он решил познакомить с ней Арнольда Щенберга. И не просто показал и рассказал, а организовал встречу этих музыкантов. Все, шахмат самозародившийся дедакофонию Щенберга. Сколько бы... Собственно, поэтому Шенберг потом ему погостить и будет. Потому что Велес никак не собирался поддерживать миф о том, что День Щенберг придумал дедакофонию раньше. Нет. Он сам лично его с ней познавал. Да, понятно, что дедакофония Хауэра отличается от дедакофонии Шенберга. Шенберг приспособил систему Хауэрерскую под себя. Но сама идея использования структуры любой вместо гармонии или тональности, понимаете, дальше уже можно структуру менять как угодно. Разница между 12 и 7 и 6 тоновой музыкой разница уже не столь значительная, как между гармонией и некой системой, организованной по другим принципам. то есть когда Шенберг знакомится с новой системой, как известно, он бросает писать и уже в 20-е годы предлагает свою дедакофонию, которая, да, она отличается от Хауэрерской, где 6,6, дважды по 6 там, ну вот, и 44 тропа. Откуда причем взяты эти 44 тропы, так никому и остается неизвестно. Ну, может быть, для него это было нечто чем-то очевидным, но, в общем-то, это нигде не объяснило, почему их они на 44. А то Хауэр и их 44. Еще Дорька, что все значительно более выстроено, но то, что у него был предтеча и конкретный инициатор, да, разработки дедакофонии, это как бы очевидно. То есть, вот вам, пожалуйста, то есть, Велес не просто один из нововенской школы, он тот, который перевел нововенскую школу на дедакофонный рельс. В конце десятых, начале двадцатых годов Велес уже был очень-очень известным композитором, значительно более известным, чем его коллеги Берг и Беберн. В частности, он начинает сотрудничать с колледж-квартетом, к концу своей жизни он напишет девять струнных квартетов, то есть, это будет очень важно, для этого его творчества, но я бы хотел обратить внимание всего на одну, а на одно произведение, более того, на одно исполнение, насколько оно было инновационным. В 1920 году в исполнении колледж-квартета, прославившегося исполнением щенбергерских сочинений, в Лондоне состоялась уникальная премьера. Четвертый квартет Вэллиса исполнялся одновременно с трансляцией через проектор партитуры этого сочинения, которое точно совпадало с тем местом, которое сейчас играют музыканты. 1920 год. По большому счету, это мультимедийные чувства. То есть, идеи уже направлены на постмодернизм. Понимаете? То есть, на самом деле, это как бы не случайно, потому что 20-е годы к постмодернизму зачастую ближе, чем в 30-е сожигавы. Но исполнение, конечно, абсолютно уникальное. Понятно, что никакой видеозаписи нет, но с самим квартетом можно ознакомиться. Запись самого квартета имеется. Вообще, квартеты Вэллиса, мы их не будем сегодня смотреть, потому что это как бы брутализм, никакого отношения не имеет. Но квартет очень сильный. В эти же годы Вэллис пишет работу по инструментовке, которая будет очень-очень котироваться. фактически после Берлиоза она считается едва ли не второй. Понятно, что римский форсаков еще до конца жизни была не завершена, она будет издана позднее Штейнбергом, и более того, это же нужно еще перевести, тем более язык русский, экзотический, мало кто владеет. А здесь изданная в Австрии работа тут же расходится, получает значительную популярность. Еще один уникальный пример с Вэллисом. В это время все те же самые десятые начала двадцатых он знакомился и активно общается с Гурхом Гофленстальем, с величайшим писателем, поэтом, драматургом, декадентом. Гофленсталь, как известно, работал только с одним композитором, кто, в общем-то, единственным и считал за композитором. Это Лихард Штраус. Для которого он создает свои великие либретто, которые ничем не уступают его драмам для театра написанных. Но на самом деле такие категоричные утверждения о том, что Гофленсталь писал только для Штрауса несправедливы. Ибо для Вэллиса он тоже писал. он читал, он читал, что есть два композитора. Рихард Штраус и Эггер Бэллис. Правда, Вэллису повезло чуть меньше. Гофленсталь отдавал ему неоконченные свои вещи более ранние на доработку. Заканчивать ему было лень, очевидно. Но как закончить, он знал. И он детально обсуждал с ним планы, а Вэллис, который, понятно, что он литератор и сам публицист, он это все оформлял, советовался опять с Гофленсталем и тот уже одобрял постановку. Таким образом были созданы целый ряд его произведений, несколько балетов, то есть сценарии продумывались совместно. В частности, Ахилл на Скиросе, по большому счету текст сценария именно Гофленстальевский. И ни много ни мало оркеста, опера, полноценная опера, которая, то есть там два либретиста значатся, именно Гофленсталь и Вэллис. И текст это по большей части Гофленстальевский. В 20-е годы таким образом Вэллис выходит на сцену с крупными сочинениями и создает ни много ни мало пять балетов и четыре оперных спектакля. Это просто как бомба разорвалось в вене того времени, его имя стало всемирно известно. Человек, который пишет крупные сценические произведения, которые ставятся, ни много ни мало он сотрудничает в опере, отчасти в балете с Гофмансталем. В балетах он сотрудничает с Рудольфом фон Лабаном, фактически один из создателей современного балета. Там были просто уникальные вещи, понимаете, там, допустим, танец только под ударами. Или вообще, когда танец с эпизодически пропадающей музыкой, а танец продолжается. Для 20-х годов это что-то абсолютно неслоганное. То есть это именно уже фактически современный балет. От классического балета ничего не осталось. Именно музыка дает метр, под который танцуют. Какие-то типовые движения осуществляют. Про алкестис или алкесту есть статья, вышедшая на русском языке. Я здесь как раз привел фотографию одного из премьерных исполнений и точную ссылку на статью. Поэтому, если кому интересно могут ознакомиться, действительно, большая часть его сценических произведений завязана на древних культах, на обрядовости. Но главным его сценическим произведением по-моему вкус, на мой так вкус, вообще одним из главных оперных произведений начала 30-х годов в принципе стали его Вакханки по Еврипиду. Он сам полностью написал либретто на основе еврипидовской драмы, но опять же план драматургия спектакля обсуждали с Гугофон Гоффмансталь. Даже здесь можно частично говорить об авторстве Гоффмансталь. Премьера Вакхана состоялась в Венской опере в 31-м году. Где-то у меня было даже количество репетиций, которое было отведено на это. Достаточно интересно. Сейчас я вам скажу. 60 репетиций с хором и 20 репетиций с оркестром. Дирижировал Клеменс Краус. Вы можете себе представить да по современным меркам. Это абсолютно невозможная цифра. Тогда сложная постановка нуждалась в качественной реализации. Сколько нужно репетиций, столько и будет. Потом дадут. Прекрасно была оформлена вы видите роллеровский вариант оформления декораций вакханок. Вакханки записаны слава богу на компакт диск. Они есть. С этим можно ознакомиться. Сочинение просто потрясающее по уровню. И оркестр прекрасная опера, но вакханки я считаю просто одна из уникальных опер. И резонанс вакханок был настолько сильный, что Оксфордский университет, который в 32-м году отмечал 200-летие со дня рождения Гайдна, а Гайдн, как известно, был почетным доктором Оксфордского университета, решают присудить докторскую степень кому-нибудь из австрийских музыкантов. И из всех австрийских музыкантов выбирают Вэллис. Знаете, не Вэбер, не Шелнберг Вэллис. Как самого успешного, самого крупного. на их взгляд. Понятно, что здесь определенную роль сыграли его научные исследования, о которых я еще не говорил, но которые как раз были обнародованы, опубликованы в окончательной форме в 32-м году. Дело в том, что с Первой мировой войны он начинает активно увлекаться византийским пением хоровым, раннехристианским хоровым пением. И здесь он совершил пионерскую работу, ему удалось найти ключи к расшифровке ритма этих песноперей. Это была настолько новаторская работа, интонации их уже до него сделали расшифровку некоторых ученых. Что делать с ритмом было абсолютно непонятно, а он там фиксировался. И ему принадлежит вот эти исследования, систематизация, каталогизация всех этих песнопений. Понятно, что это тогда было очень сложно работать, какого качества эти фотокопии были. И совместно с британскими учеными он публикует как раз в 32-м году подробный отчет от этой проделанной работе. Я думаю, это не могло не оказать влияния определенного наук сквозь профессора. Тем более, что эта работа была совместная. Удивительно то, что на самом деле в Британии тоже этим же занимались и по сути они делают открытия почти параллельно. Но эти ученые не стали конкурентами, а они стали союзниками и решают в дальнейшем совместно производить эти исследования и в Дании они открывают учреждения посвященные исследованию культуры византийского пения соответственно уже совместными усилиями. Однако мы с вами смотрели квартеты, смотрели оперы пока о симфонической музыке вообще речи речи не шли. Речь о ней можно начать лишь с 30-х годов. В 34-36-м он завершает очень крупное симфоническое произведение, которое называется «Колдовство Проспера» по Шекспиру, по бури Шекспира. произведение, которое Велис считал одним из своих самых любимых. Почему? Потому что оно оказало действительно волшебную роль в его жизни, в прямом смысле слова, но спасло его жизнь. когда в оркестром концерт-гивоу Бруно Вальтер взялся исполнять это сочинение, соответственно Велис уезжает из Австрии и именно в этот момент происходит захват Австрии нацистов. До этого, уже с 33-го года музыка сценическая Велиса была запрещена как еврея, потому что с 33-го года влияние нацистского режима было очень сильным. Но в 38-м году речь уже шла об угрозе жизни. И так как он не был в Вене, а был на исполнении этого сочинения, то, соответственно, он просто не вернулся домой. Ему пришла тревожная телеграмма, он внял голос у разума и поехал в Родов. прибыл в Лондон в 38-м году, у него там было много хороших связей, ведь он пропагандировал британских композиторов. Вене, более того, сотрудничал с британскими учеными, и поначалу он поселился в Лондоне и как раз занялся подготовкой статей теоретических для словаря музыки Грома. И, видать, он настолько сильно был загружен теоретической деятельностью, что с 38-го по 43-й он не написал ни единого года. Да и жизнь была в Англии катастрофическая. Вот вы видите фотографии Веллиса как раз в фатальный для него год, 38-й год, когда все пошло не так. Все пошло не так уже в 33-м, когда запретили все его сценические произведения. Особенно это было обидно в случае с вакханками фактически только что написано. Но с 38-го все пошло совсем не так и все пошло не так и в Англии. Для того, что мало кто знает, но в Англии тоже были концентрационные лагеря. Для Юрия. Дело в том, что понятно, что поначалу эти лагеря были исключительно для нацистских военнопленных, но нахлынувшее огромное количество иудеев в Британию консервативную вызывало бурнейшее возмущение в стране и Черчилль принял достаточно решительные меры. Он решил обозвать всех евреев, пребывавших из Германии и Австрии нацистскими шпионами. Тем самым избавив Лондон от иудейского населения и в общем-то понятно, что никакой полиции быть не могло. Все призваны в армию, все границы страны защищают. Поэтому никаких волнений он допустить не мог. И Велис попадает в лагерь для интернированча. Это было на острове Мэн, ситуация там была совершенно катастрофическая. Несмотря на то, что сначала Велис пишет об этом достаточно позитивно, о том, что там собраны все сливки немецкоговорящего общества, обращались с ними там, как и положено в концентрационных лагерях, но разве что в газовые камеры не засохнули. При том, что люди были убеждены, что кончится все этим, что их просто в толпуске носили. И там очень многие поканчивали жизнь с убийством, просто не выдерживали тех адских условий, которые там были. И, понимаете, это же все профессура, с которой какие-то военные обращаются как с бывлом. И сколько там пробыл конкретно Велис, не совсем понятно, суть к всему почти год. И это привело к состоянию очень плачевного. То есть он впал в полное психическое расстройство. Как это исправлялось, не совсем понятно. Но благодаря стараниями как раз Ральфа Волл Вильямса, видного симфониста, классика английской музыки, которым он в свое время услугу оказал по пропаганде его музыки, благодаря очень большому авторитету Ванги Лемса, ему удалось добыть из этого лагеря для интернированных Велис. В совершенно никаком состоянии. И когда он находился на реабилитации, вот вы видите лагерь, где находился Велис. Собственно, типовые казармы, какие вы можете встретить и в концентрационных лагерях нацистских, с той лишь разницей, что здесь не видно какого-то забора с колючей проволокой, ну в общем-то с острова, как с подводной лодки, да, никуда особо не денешься. И когда Велис пытается прийти в себя, он на самом деле после этого психического недуга, после этих катастроф, не просто приходит в себя, а он становится другим, совсем другим. Если первая часть его творчества, она ближе к раннему Щелленбергу, отчасти к Штраусу, конечно, очень самобытно, сложно так говорить, но все-таки Шрекеровско-Цемлинско, вот эта традиция, да, Шрекера-Цемлинско, отчасти наследие Малера, то после вот этого перерыва, когда он возвращается к композиции, во-первых, он начинает работать в совсем других жанрах, а во-вторых, это совсем другая музыка. Так же, как и Ле Корбюзье, после Рубикона, после Второй Миловой войны, он начинает резко обновлять арсенал своих средств выразительности. И когда он отдыхал в озерном крае, в Англии, где он видел горы, холмы, да, в Англии, все горами называют, холмы, озера, это напомнило ему Австрию, и он решается, что он должен обязательно написать симфонию, как исконно австрийскую форму музыкального высказывания, тем самым утверждая, уже не скрывая, он понимает, что никакой возможности стать англичанином у него не будет, его никто не признает англичанином. Значит, он должен утверждать себя именно как австрийец. И он пишет симфонию, первую симфонию, одну из наиболее ярких своих симфоний, в такой австрийской манере, отсылающей к переосмысленной брукнеровской модели. Причем, я бы даже сказал, брукнеровской модели к девятой симфонии, не потому, что именно к ней, а потому, что она трехчасная. Брукнеров, она трехчасная, потому что она не дописала, он умер. А здесь совершенно колоссальное впечатление производит, по сути, симфония без финала. То есть, третья часть не ставит точку нисколько. Это именно симфония без финала. Она разрывается, размыкается таким образом. Очень сильное, очень эффектное, яркое произведение. Я сделал нарезку каждой из трех частей. И хотел бы вам показать, потому что здесь уже можно говорить о чертах нового стиля Вэллиса, который с брутализмом очень и очень связан. Я уже не говорил о том, что в эти же годы возникает брутализм как направление. Напомню, что он будет педалироваться именно в Англии чертой Смитсонов. Вот. И в этой симфонии уже совершенно отчетливо видно следующее. Обезличивающие тембр унисоны. Их очень много. Весь оркестр играет одно и тоже. Очень часто. Не то, что все время, но этого настолько много, что зачастую кажется, что фактически все время. Ну, Некая универсальность барочная, архетипические образы максимально эффектно продемонстрированы. Здесь экспрессия ее много, но она совершенно не та же самая, какая была у позднего романтизма или экспрессионизма. Ну, для венского экспрессионизма, да и для венского романтизма характернейшей формой является вальс. У Велеса ни в одной из его симфоний это жанр не представлен никак, даже иллюзиями. Это для венской музыки сильно нетипичная. И при этом мы слышим во всем отсылки к венской музыкальной традиции, прежде всего, конечно, переосмысленные брудах. Попробую показать вам. Буду показывать пальцами часть, потому что они будут нон-стопом звучать. Наиболее показательные для бруда-листской эстетики фрагменты из первой симфонии. Она еще тональная, хотя и расширенная тональность. Она, да, она отсылает во многом к маляровской возможно традиции, но она уже не просто маляровской традиции. В ней появляется нечто совсем другое. другое Ну вот такое произведение большая симфония, получаса длящаяся. Если так скажем сам Щенберг или его ученики к этому жанру вообще не приложились, да, то есть у них есть камерная симфония, по большому счету это совершенно другой жанр, не имеющий к симфонии никакого отношения, полностью переосмысленный жанр, с другими принципами. Из всех учеников Щенберга и насколько мне известно симфонию одну единственную написал только один человек, это Ренелли Ивовец, учитель Пьера Булеса. Но скажу честно, я этой симфонии не слышал. Никаких записей нигде мне так и не удалось увидеть. И судя из всего остального творчества Ренелли Ивовец, которое мне как раз хорошо известно, предполагаю, что это не очень большое музыкание. Камерная симфония мне известна. Тоже идет чуть больше 10 минут, может 15 минут. Сочинение с названием симфонии есть у Антона Хон Веберна, но как мы знаем, что это в общем-то не симфония, тоже 10 минут музыки. Тоже полное переосмысление жанра как такового. Классические симфонии как форма, представляющая некую связь с австрийской традицией, в Новой Венской школе не представлены. И в данном случае мы имеем уникальный пример, потому что это единственный, настоящий, аутентичный представитель Новой Венской школы, настоящий ученик Шуанберга, который пишет 9 симфоний. За последующие четверть века он напишет не просто 9 симфоний, но еще очень крупное одночасное произведение, он узнавается симфонический эпилог, между 7 и 8 симфоний написанный. В каком-то смысле можно говорить об одночасной симфонии. По размеру он идет столько же, сколько симфоний выбранных. Только значительно иначе трактует оркестр. Это всегда масса. У Веллиса всегда обратили внимание, Веллиса вообще очень сложно с кем-то спутать. Колоссальная масса, с которой пытается лепить звук. Совсем на другом материале, но в чем-то это сопоставимо с наиболее радикальными произведениями Николая Яковлевича Мисковского. Как известно, Мисковский был одним из первых, если не первым, автором, который пишет адакофонную симфонию. 13 симфония. А также 10 симфония тоже с очень сложными гармониями тоже во многом может быть сопоставлены. То есть так же, как и брутализм скорее наследовал советскому авангарду 20-х годов, так же и здесь есть связь скорее с советской авангардной музыкой 20-х годов, чем с традицией того же венского экспрессионизма. У Уэллиса достаточно часто в Скерце можно встретить некий повторяющийся такой рокот, напоминающий музыку машин. Масалов вспоминается, его вещи с изображением заводов и так далее. Там же тоже была гнеличностная эстетика, некое идеальное светлое будущее, как Жижик трактует вот эти статуи на сталинских высотках, что это как раз некие абсолютные фигуры, которые в прямом смысле слова попирают отдельно взятого человека. Тридель концепт, который выше. Для Уэллиса это скорее всего была либо фигура судьбы, либо фигура божественного проведения. Он достаточно ревностный католик. И надо сказать, что все его вот эти симфонические произведения, которых он написал достаточно много послевоенные годы, исполнялись преимущественно в Германии и в Австрии. В Германии это Сержу Чалебедаки, виднейший дирижер, все знаете его, он был пропагандистом творчества Уэллиса, а в Вене это Карл Рангель. В Англии все было немножко хуже. Его все-таки играли, фигура видная, вроде в экспорте преподает. Но случались и очень неприятные моменты. Несмотря на то, что он написал вторую симфонию параллельно с первой и назвал ее английская, но английского там на самом деле очень мало, наверное, самая бруклеровская симфония. Она исполнялась Эдрианом Болтом в Англии, вроде бы даже с определенным успехом, и Эдриан Болт решил заказать Веллису официально симфонию. На это он откликнулся третий симфоний из тональной музыки Веллиса. Это самая, возможно, лучшая симфония. По крайней мере, многими выделяется исследователями именно она, как самая значительная. Эта симфония так и не будет исполнена при жизни композитора. Руководство Би-Би-Си категорически отвергло кандидатуру Веллиса как еврея. Речь идет о начале 50-х годов. Никакого еврея, тем более австрийского еврея, они играть не будут. То есть, он написал, исполнения не было. Исполнения не будет и впредь. Она была исполнена уже после его смерти. и я хотел бы показать вам, что это за музыка. Небольшой фрагмент из первой части этой симфонии. Все те же его унисоны, колоссальная масса оркестрового звука, и при этом, в отличие от экспрессионизма, здесь есть контраст, но все перепады от тихого к громкому либо очень постепенные, либо ожидаемые. То есть здесь нету непредсказуемости, сознательно нету, нету никогда. Так же как и в тембре, он пытается привести оркестровую массу к некому единому звучанию. Для него это один большой огромный инструмент, как орган. И учитывая то, что можно было сказать о некой усредненной оркестровке, что он в общем-то не владел оркестровкой, хотя так не владеть нужно постараться, чтобы так получалось все время. Но понимаете, здесь никаких шансов для этого нет у нас, потому что это автор-учебник по инструментовке, очень толковый. Человек, который разбирался в оркестровке, как никто другой. И в первую половину своей жизни прекрасно этим пользовался. А здесь он пытается сознательно создать некую массу, скульптурную массу звучания. Достаточно послушать начало третьего понят, чтобы в этом убедиться. В общем-то, романтическая музыка, но совсем другого толка. Уж педагога. Играет музыка Играет музыка Но у Несонов очень много В сравнении с другими Может быть это наследие Листовского еще письма Напомню его и отец и мать Выходцы из венгерской части Четвертую симфонию Он Видать в пику Называет австрийской И уж если третью англичане Не стали играть То какой смысл с ними Вообще хоть какое-то дело Если все равно все играют в вене И она завершает Цикл его тональных Симфонических произведений Тональных очень условно Там есть эпизоды Действительно функционально Построенные на функциональной гармонии А есть эпизоды с очень расширенной Трактованной тональностью С пятой симфонии Все резко меняется Пятая симфония По большому счету И может быть квинтэссенция Этого самого брутализма В которой Веллес Впервые И единственный раз Активно работает За декабрь Причем очень свободный Трактованный Он начинает симфонию С шеститоновой серии И потом доводит до 12 Симфония уникальная Симфония очень яркая И Однако после пятой симфонии Он больше к 12-тоновому письму В Щербергском его изводе Не вернется Он найдет свой стиль Покажу пятую симфонию Тоже таким же образом Фрагменты Фрагменты из третьей и четвертой части Прошу обратить внимание Все на вот эти же Бруталистские тенденции То есть Некие Внечеловеческие Силы Мощнейшие Я бы даже сказал Что в этой музыке Присутствует какая-то Баховская объективность Показываю третью и четвертую части Пятой симфонии Очень-очень специфичное звучание Так же как и в произведениях Бруталистов Здесь есть полная Прослушиваемость партитуры То есть Не нужно Партитурой обладать Что полностью Всю эту ткань Видите Это она наглядно Представлена Максимально Демонстративно Почти Избегание инструментов С броскими тембрами То есть Нету больших Соло У кого Или фобода Английского Рожка То есть Если есть Соло То это будет Скорее Клармед Дублировки Виолончели Контрабаса Еще и с фоботами Чаще всего То есть Ставка На унисон Понимаете Унисоном Можно найти Новый Звук То есть Так расставить Инструменты В этом унисоне С этим Работают Композиторы Которые Относятся К направлению Сонаристики Во вторую половину 20 века Как раз В 50-60-е Годы Наиболее активно Но От этого Он далек Как от ничего Более другого Он не хочет Найти уникальное Звучание Для каждой Партитуры Он хочет Как раз найти Универсальное Звучание Оркестра Унисон Своего рода Как необработанный Вот этот бетон Демонстрирующий Нам мощь Оркестрового Звучания Наши Правильные Размеры По отношению К этой массе Как вы видите Того Очень Много Я конечно Выбираю Самые яркие Фрагменты Но там Такого Очень Много Да Есть и лирика Да Есть тихие Моменты Но их Настолько Меньше В сравнении С этими Что кажется Что Это просто Каменная Глыба Перед тобой И самое важное Отличие Здесь Есть один Единственный Жанр Который он Использует Жанровости Почти нет Это жанр Марша Чаще всего Траорного Марша Особенно В поздних Симфониях Пятое Это своего рода Рубикон Он отказывается От тональности Больше он В тональной Манере Писать не будет Но несмотря На то Что она Додекафонная Она к тональным Симфониям Ближе Чем все Оставшиеся Симфониям Начиная С шестой Симфонии Он разрабатывает Свою Специфическую Манеру Письма Исключительно Свободная Тональность Но По звучанию Она Как раз Ближе К Так скажем Вейберновской Эстетике Хотя От Вейберна Конечно Отличить его Просто По массе Можно сразу же Здесь скорее Интерваликов Вейберновской Очень широкие Интервалы Но Если у Вейберна Это всегда Максимально Насыщенные Экспрессии Здесь Экспрессия Всегда Объективно Отстранена Этим Тоже Велис Очень сильно Отличается От своих Коллег Экспрессионистов По большому Счет Это вообще Не экспрессионист Если Говорить О том Что Он Так скажем Недоэкспрессивен Это Абсолютно Не так Я Я с этой музыкой Познакомился Примерно Год назад И Послушал Все симфонии Блоком В дороге Как раз И они На меня Призвели Очень сильное Впечатление С этого момента Я их послушал Целиком Цикл Трижды Что на самом деле Редко Я редко Переслушивал Какую-то музыку И вы знаете Это очень Удивительное Впечатление Каждый раз Они на меня Все больше И больше Отпечатления Производили Это Очень Необычно Особенность Учесть Что музыка Это в общем-то Относительно Не сложно Там нету Того Чего бы Я не Расслышал С первого Раза То есть Там Совершенно Разные Грани Слышны Этой музыки И сделано Совершенно Уникально Ничуть Ничуть Не хуже Чем То Здание В Дельфте Которое Я вам Показывал В бруталистской Манере Это уникальный Расчет Того Как Эта Конструкция Держится Все симфонии Начиная С шестой Это У нас Господи Даже начиная С пятой Они Трехчастные То есть Первая Была Как бы Не до Четырехчастная Остальные Четырехчастные Вторая Трехчастная С пятой Далее Это все Трехчастная Композиция И Возможно Наиболее Показательной Являются Шестая Седьмая Что успеем Наверное шестую Только успею Вам показать Потому что Все они Выдержаны В общем-то В универсальной Эстетике В унифицированной Эстетике Да Они все Разные грани Показывают Но они Очень Близки Друг Друг Это Своя рода Как Разные Версии Одного И того же Бывают Циклы Картин Художника В одно и то же время Создающиеся И туда же Можно отнести Епиог Симфонический Ну Может быть Мне раньше Казалось Что восьмая Чуть-чуть Послабже Остальных Последний В последний раз Когда стушил Я этого Не заметил Она Может быть Чуть Менее Типична Ты ожидаешь От нее Чего-то Она Не оправдывает Твои ожидания Но она Другая Она В общем-то И не обязана Их оправдывать Художник Никому Ничего Не должен А вывели На там Все До мелочей Просто И я Покажу Шестую Чем Она Уникальна Тем Что В ней Неожиданно Появляется Таки Лирика Причем В очень важной Точке В последней В коде В коде Финала Появляется Очень Специфическая Лирика Которую Я бы назвал Своего рода Такой Универсальной Лирикой Напомню Что в это время Особенно В русле Трактовки Христианского Учения Появляется Концепция Универсального Субъекта Христианского Субъекта Мы с вами Это разбирали На одной из лекций Гулет Слегбеза Концепция Лена Бадью Когда он Трактуя Апостола Павла Говорит о том Что То есть Универсальность Христианского Учения Основана На том Что каждый Может декларировать Истину Эта истина Ни на чем Не основана Кроме как На декларации Каждым И замыкается Круг Поверяется Субъект Демонстрирует Эту истину Именно Как универсальную А эта истина Верифицирует Его Как универсального Субъекта И Вот С этой идеей Как мне кажется Шестая симфония Вэллиса Очень близка Это безусловно Религиозное Произведение В котором В конце Мы слышим Лирику Эта лирика Очень странная Это субъект Вынесенный За скобки И от того Что субъект Выносится За скобки Он Не хуже Не лучше Не становится Понимаете То есть Когда мы Демонстрируем Переживание Лирического Героя В общем-то Мы всегда В этом Чувствуем Некоторую Фальшь Второй Раз Может Не сработать И так далее Когда же Мы Выносим Изначально Продумывая Этот жест Все Внутренние Переживания Как бы Вовне За пределы Той коллизии Которая Перед нами Разворачивается В общем-то Мы Сохраняем Это Внутри Себя И оно Ощущается Ничуть Не менее Остро Чем Когда Это Демонстрировалось Романтиками Вот Вот Они Эмоции В обильнейшем Количестве А может Быть Даже Больше Когда Мы Всю симфонию Эти Столбы Колоссальные Смотрели И тут Неожиданно От души В конце Не как Послесловие А как Что-то Что Вообще Отдельно От симфонии Это не вывод Симфонии Это то Что как раз Осталось За ее пределами Как будто бы И мне кажется Здесь Сказались Во многом Личные Ну Биографические Факты Художника Хотя это Редко бывает Когда биография Сказывается На художнике И тем не менее Дело в том Что он Пережил обе Войны И первую При том Что в Австрии Это престижнейшая Фигура Его приглашают На Исполнение Произведений Малера Юбилейные Он считается Фактически Единственным Наследником Культуры Густава 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 Малера Караян Приглашал Его исполняют Такие видные Музыканты Как Шерджу Челебедаки Да Это очень Видная фигура В Европе Континентальная Но в Англии В Оксфорде Ученому Которого По византийскому Пению Знают до сих пор Все Это ключевая Фигура В этой Области Ему так До конца дней Не дали Профессор То есть Он не получил Даже профессора В Соединенных Штатах Он вообще Не исполнялся Особенно После Доноса Шенбурга Который Отрекся От него И как Ученика Катал На Очень Объемное Такой Донос Очевидно Позавидовал Успехом Последнего И То есть В общем-то Человек Столкнулся С очень Печальными Ситуациями В своей Жизни И Однако Остался Верен Себе И Девиз Его Седьмой Симфонии Контра Торрентом Это не против Торрентов А против Течения Это наверное Девизом Его жизни В принципе Он никогда Ничему Не соответствовал Он не соответствовал Штраусовской Модели Оперы Когда Ставился В Вене В 20-е Годы Он не соответствовал Тому Как должен Выглядеть Ученик Щенберга В каком-то Смысле Он был Равно Велик Щенберг Просто Музыка Пошла По пути Предложенному Щенбергом А не По пути Предложенному Велиз Велиз Этого Достой Потому Что Всю Жизнь Он Терпел Притеснение И Притеснение Как Иудей И Притеснение Как Музыкант Не соответствующие Трендам Которые Были Приняты Неконсервативным Для Консерваторов Он был Уж Слишком Модернист Для Додекафонной Манеры Он Не был Последовательным Додекафонистом Он Вообще Искал Свой Путь И Свой Путь Надо сказать Он Гарантированно Нашел Спутать Его Сочинение С другими Ну Не представляется Возможно Слишком Отличается И Удивительно В Музыкантских Кругах Есть Такие Байки О том Что Композитору В позднем Возрасте Нельзя А Писать Девятую Симфонию И Нельзя Писать Концерт Для Альта Ну Мы знаем Печальную Историю С С последним Сочинением Дмитрия Дмитрия Шостаковича Для этого Инструмента Дмитрий Дмитриевич Правда Больше Симфонии Написал Но Вот На Альте Его Подловила Судьба Так Вот У Веллиса Сбылись Оба Этих Пророчества Последними Его Сочинениями Стала Девятая Симфония Законченная И Недописанный Концерт Для Альта Есть Только Прелюдия Для Альта Соло Это Последнее Сочинение Которое Он написал В этом Виде Именно Как Прелюдия Она Была Исполнена За Неделю До Его Смерти И Чтобы Закончить Лекцию Все Таки Музыка Я Предлагаю Послушать Фрагмент Из Шестой Симфонии Композитора Все Его Поздние Симфонии Выдержаны Примерно В этой Эстетике Эстетика Именно Ее Я И считаю Соотносимой Прежде Всего С Брутализмом Прежде Всего С тем Что Я бы Сказал Стилем Вылеса Второй Половины 20 Века Вот На такой Ноте Я думаю Что И пора Закончить Нам Лекцию Потому Что Мы Лимит Нашего Время Не Исчерпали Но Вопрос К сожалению Времени Не Осталось Но Вы Можете И задать На следующей Лекции Повторюсь Это Будет Блог То есть Вторая Лекция Будет Непосредственная Продолжение Первой Сегодняшней Она Будет Посвящена Творчеству Эрнста Шенека Мне удалось Большой Блог Его Музыки Добыть Может Будет Еще Одна Лекция Посвященная Мало Известным В России Ученикам Арнольда Щенберка То есть Апостолю И Лейбовицу Таким Крупным Очень Представителем Новой Венской Школы Почти Никак Не освященным В России Но Лейбовица Сам Бог Велел Потому Что Это Учитель Пьера Булеза Чье Имя Носит Наш Корс Так Что Благодарю Всех За Внимание Сегодня Лекция Закончена 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 Продолжение следует...